Паук Соккодомус формиворуст кет-шелк, который является уникально жестким и настолько прочным, что сетке корзине не требуется поддержка окружающей растительности для сохранения своей структуры. Насколько нам известно, ни один другой паук не строит такую сеть, завел профессор Марк Элгар из школы бионаук при Мельбурнском университете. Этот шелк сохраняет свою жесткость, позволяя создать смертельную ловушку для муравьев. Сотрудничество между Мельбурнским университетом и Байроидским университетом с австралийской организацией ядерной науки и технологий, вероятно, вызовет большой интерес. Недавнее исследование обнаружило, что шелк, используемый для создания сети корзин, похож на шелк, который используют многие виды пауков, чтобы обернуть свой выводок для защиты от непогоды и врагов. Паутинный паук встречается только в Австралии. Его корзина имеет диаметр примерно 11 мм и глубину 14 мм. Природа шелка была раскрыта австралийским синхротроном, национальным учреждением Австралийской организации ядерной науки и технологий на юго-востоке Мельбурна. Австралийский синхротрон – ускоритель электронов на энергию 3ГФ и специализированный источник синхротронного излучения рентгеновского диапазона с критической энергией фотонов 7. 8ГФ. Профессор Томас Шейбель из Университета Байройта заявил, что жесткость шелка, по-видимому, является результатом синергетического расположения микроволокон и субмикронных волокон. Природа создала сложную структуру, которая на первый взгляд напоминает композиты, производимые промышленным способом, объясняет профессор Шейбель, возглавлявший исследования из Германии. Дальнейшие исследования, однако, показали, что они являются химически разными компонентами, и вместе их свойства приводят к чрезвычайной эластичности и ударной вязкости нити. Именно это и обеспечивает высокую степень прочности паутины. Несмотря на то, что необходимо проделать большую работу, чтобы понять молекулярные детали шелка, профессор Шейбель сказал, что есть потенциальный интерес к новому генетическому материалу, который можно производить масштабируемым образом. Интересной особенностью является высокая поперечная жесткость, а также склеивающие вещества, которые могут быть полезны в различных разработках, но пройдет некоторое время, прежде чем это станет возможным, заключают ученые. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.